В Омске собираются усыпить собак в приюте спецавтохозяйства, сообщают зоозащитники. Одна из причин массового убийства с сегодняшнего дня прекращается финансирование организации. Да и у общественников накопились претензии к учреждению. Дмитрий Куканас продолжит. Так встречают гостей подопечные приюта, которые делят территорию со спецавтохозяйством. Но с его стороны не слышно ни звука. Почему молчат собаки, которых туда свозят каждый день, сотрудники говорить отказываются. Ничего внятного, ничего понятного. Вы не знаете, что у вас происходит? Нет, не знаем. Есть у вас финансирование или нет? Происходит усыпление собак? Это все вот там, спрашивайте. Вон там это в кабинете директора, который давно на больничном. И без его разрешения волонтерам, которые хотят спасти животных, запрещен даже вход на территорию. Забрать собак, чтобы вылечить их, стерилизовать и отдать новым хозяевам невозможно. А времени остается все меньше. Собак с дня на день должны там усыпить всех. Деньги, я так понимаю, закончились у спецавтохозяйства. Содержать собак не на что. То есть отлова уже нет. В пятницу мы хотели забрать собак. Приехали уже с ошейниками, с поводками к 11 утра. В результате директора опять же спецавтохозяйства не было. С закрытостью этого учреждения постоянно борются общественники. На днях они в очередной раз предложили депутатам городского совета изменить регламент отлова и содержание безнадзорных животных. Главное – свободный доступ в помещение спецавтохозяйства. Для собак это жизненно необходимо, уверены зоозащитники. Даже при поверхностном изучении в деятельности организации нашли несколько нарушений закона. Например, после отлова и до усыпления животные содержатся всего 10 дней. Тогда как срок, указанный в гражданском кодексе, составляет 6 месяцев. Я полагаю, что это грубое нарушение закона. И я обращался в прокуратуру. И думаю, что прокуратура должна вмешаться и проверить деятельность спецавтохозяйства именно на соблюдение 230-231 стадии гражданского кодекса о нарушении срока содержания безнадзорных животных. Кроме того, зоозащитники уверены – спецавтохозяйство избавляет город не от опасных животных, а от тех, кто угрозы уже не представляет. Так происходило с питомцами Ольги Поповой. Женщина стерилизовала нескольких уличных собак, регулярно кормит их и даже потратила деньги на опознавательные клипсы. А ловят именно этих животных, потому что они почти ручные. А ведь на их место могут прийти другие, куда более опасные. Это реальные животные. А этих адаптированных собак, которые вот здесь сейчас бегают, они абсолютно не опасны. Если мы их отсюда заберем, на их место, поскольку вот есть помойка, кормовая база, на их место придут собаки со степей, которые будут действительно представлять какую-то угрозу. Пока в горсовете спорят депутаты и зоозащитники, волонтеры готовятся к тому, чтобы попытаться пройти на территорию спецавтохозяйства. Люди считают, времени остается все меньше. И собаки с той стороны забора по-прежнему молчат. Дмитрий Куканас, Алексей Попов, Максим Мартынов и Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск. Мы направили официальные запросы в мэрию с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о предстоящем массовом убийстве собак, а также попросили объяснить схему финансирования спецавтохозяйства, но оперативно прокомментировать ситуацию чиновники не смогли. Новости здесь будут следить за развитием событий. Продолжение следует...